Вот вопрос по поводу вопроса из Германии, по поводу того, что министр обороны Германии Грэд Крамф-Карнбауэр выступил о том, что с Россией нужно говорить с позицией силы, просто прокомментировать. Вы знаете, это неинтересно комментировать, они все время об этом говорят, но где позиция силы у Германии в разговоре с Россией? Да никакой, на самом-то деле. Поэтому это абсолютно оголтелый популизм, который в себе не имеет ничего. Ну, знаете, так, ну, поумничала министр обороны Германии, ну и что? Раиса, спасибо за добрые слова в Санкт-Петербург, спасибо за то, что лучшее время, время припровождения в субботнее утро, это с еврозоны, большое спасибо за такие слова. По поводу демократические принципы, как инструмент немецкой автократии. Факт, это пишет Александр из Киева. Александр, это правда, потому что вот сейчас разговор в Германии, он идет не по принципу верю или не верю в ковид, нет. Это никто не сомневается, пандемия есть, есть нагрузка на реанимации, есть нагрузка на систему медстрахования. Но это не имеет никакого отношения к демократическим принципам именно создать немецкую автократию. И в Германии как раз вот раскол в обществе, это смотришь и думаешь, неужели действительно вот зачастую менталитет людей не меняется ни с временем, ни с образованием. А он есть как есть и все. То есть это может связано с лингвистикой, действительно, может образ мышления закладывают в нас определенные процессы. И немцы боятся, что демократическим способом у них, если к власти придут автократы, то население под этой автократией начнет себя вести так, что возможен Гитлер, например, фюрер. И, конечно, эти страхи озвучиваются, знаете, но это все еще так, кухонно. Но тем не менее, именно Гитлер же пришел к власти демократическим путем, хитро. То есть это не так, что, знаете, он захватил власть Майдана, но именно благодаря тому, что именно существует именно такая демократическая модель, которая она есть. Из Украины сообщение о том, даешь германишь Майдан. А я против любого Майдана. То есть я говорю, что это возможно, но я внутри против. И будет этот Майдан рождественский или как-то по-другому, я просто против. Но сама психология, вот ощущение праздника, когда у человека забирают, то есть на каком уровне правительство размышляет. Потом, если бы это только одни немцы такие умные. Посмотрите, ирландцы, бюргийцы, итальянцы, все понимают, праздники забирать нельзя. И абсолютно сознательно идут на то, чтобы уменьшить локдаун именно под праздник. И, опять же, чувство диктатуры, которая вдруг у немцев снова появилась, участие населения. Они, я в данном случае говорю, что это часть населения, которая говорит, что сейчас в Германии демократическим путем настоящая автократия. Эти люди как раз не понимают, как не на их стороне другая часть общества. И вот эта поляризация, когда я не понимаю, почему у тебя иное мнение, почему ты не со мной вместе, мы слышим, и невозможно спрятать шило в мешкве. Поэтому и медиаресурсы, конечно же, очень фильтруют, не очень настаивают нам все на том, чтобы это раскручивать, популяризировать, как если бы это еще раз протесты в Беларуси. Но, тем не менее, я являюсь и свидетельствую, и сам свидетель, и свидетельствуют, и видео есть, где народ скандирует «мы народ» и говорит «нет диктатуре». И это Германия 2020. И они обращаются к полицейскому именно кричалками. Переходите на нашу сторону, вы делаете то, что является незаконным, потому что выйти на улицу – это законно, вы у нас забираете наше право. А в Германии есть специфика из-за того, что немцы, получается как, у них был Гитлер, осознание этого было, где нацификация, что в западной, что в восточной Германии. После этого они говорят, что в ГДР была диктатура, и, опять же, немцы знают, как это быть под диктатурой, под надзором спецслужб. Поэтому у них в основном в законе прописано, основной закон – это как конституция, но не конституция, потому что тоже процесс специфический. В основном в законе написано, что если все легальные методы в борьбе с автократией за права человека использованы, можно переходить к неправовым мерам. Это очень важно, это в законе написано. То есть, если немец вышел на демонстрацию, демонстрацию запретили, он обратился в суд, это все еще законный метод, и суд разрешил демонстрацию, он вышел, ее снова запретили, он имеет право не подчиняться больше закону. Это, вдумайтесь еще раз, это прецедент, который в Европе существует только в немецком государстве. То есть, не подчинение закону, если ты использовал все официальные возможности настоять на своем свободе воли и заявлении. И в этом отношении, вот именно поляризация в обществе на этом и акцентирует. Мол, давайте попробуем противостоять диктатуре. Николай с уважением из Санкт-Петербурга пишет. Здравствуйте, Польша, как показывает история, нарушит любые договоренности, которые ей будет удобно нарушить, чтобы сидеть на всех стульях сразу. И показать нам по отношению к политике Евросоюза, которая, по идее, едина для всех, если это Евросоюз. Николай, насчет того, что история показывает, что Польша нарушит любые договоренности, но ведь так получается, что, опять же, мы говорим тогда о менталитете. То есть, ментально, в политическом контексте, вроде бы, новые стандарты демократии, а ментально они себя ведут так же, как и 300 лет назад. Я не согласен с тем, что договоренности нарушены, но я согласен с тем, что попробуют усидеть на всех стульях. То есть, сохранить свое статус-кво по отношению к своим судьям, не перенастроиться на стандарты Брюсселя и в то же время получить деньги. В этом я согласен полностью. Вопрос из Вологда, от Олега. Праздновали ли немцы Рождество во времена Третьего Рейха? Да. Да. Третий Рейх не отменял праздники. И почему я сейчас зацепился за этот вопрос? А дело в том, что разговор о Третьем Рейхе сейчас в Германии получил такую очередную актуализацию. И эти разговоры имеют отношение, опять же, к тому, что если гражданскую инициативу не включать, то на наших глазах Германия скатывается в автократию, а автократия – это первый шаг вот туда, в сторону Третьего Рейха. И достаточно сильно эта тема муссируется. Это сейчас не кухонные разговоры. То есть аналитики в прессе можно почитать, что ковид-диссиденты поднимают тему именно того, что Германия движется в сторону Третьего Рейха. И поэтому я настаиваю на том, что есть определенная технология. В том, как невидимой рукой власти Германии классифицируют людей, которые ковид-диссиденты, они их пачкают в коричневой краске. Они их делают нерукопожатыми. Мол, посмотрите, там фашисты, там нацисты. Потому что любой понимает, что прикосновение к идеологии Третьего Рейха невозможно. Так, знаете, там мизинчик окунул и все. Нет, ты сразу становишься весь коричневый. И в этом отношении я вижу технологию. Вот вопрос очень интересный из Санкт-Петербурга. А зачем Германии нужен Евросоюз? В Германии никто не хочет выйти? Я вам отвечу. В Германии нет политической силы, которая поставила бы себе цель в выход из Евросоюза, как это было в Британии. Нет политической силы. Есть оппозиционная партия, скептически относящаяся к Брюссельской вертикали. Это альтернатива для Германии, АДГ. И в этом отношении они взяли такую осторожную позицию, что они пока наблюдают. И если не будет никаких изменений в Евросоюзе, и он не реформируется, тогда они задумаются о том, чтобы стать локомотивом. Ну, если это Брекзит, в данном случае это будет Дойчгзит, я не знаю, или Джемонгзит. Не знаю, как это сказать, но они только задумаются. Поэтому есть те, кто говорит, что Германия кормит весь Евросоюз. Такие мысли есть. Тема табуированная дальше некуда. Потому что если действительно посчитать, что на плечах налогополательщика Германии, в том числе и испанские безработные, ну, если так не кривить душой, то просто хитро все спрятано, то, конечно, немногим это нравится. Но еще раз, политической силы нет, которая бы это подтвердила. Прага с нами. Это всегда приятно. Я не буду никак комментировать Рено Симбл. Я не ведущий по автопрограмме. Но на Вести ФМ есть передачи, которые и об этом говорят. И, конечно, я хочу отметить СМС, которые у меня приятно подстегивают и дальше работают в таком темпе. Питерский таксист, который из-за ваших передач по субботам и воскресеньям работает без выходных. Град слышит вас. Доброе утро. Вам доброе утро. Вы не подписали, как вас зовут. И я так понимаю, что в машине просто можно радио слушать, получается, а дома не получается. Вы знаете, я вас понимаю. Я тоже только в машине радио слушаю, а дома не слушаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова